девочка оживила скульптуру своей денюжкой и вам всего хорошего удачи вот так выглядит угол улицы горького забыла как это улице называется как улица называется вот это горького и гребенская горького и гребенская время около 6 часов вечера очень оживленно естественно самая курортная пешеходная зона вот эта дорога на центральный пляж по восьмого вечера солнышко спряталось наверное еще не села но за облака и вот так улица горького теперь выглядит тут в принципе движение транспорта запрещено так что торговцы только местные жители подъезжают и можно идти прямо посредине улицы не только по тротуарам ну а на тротуарах это конечно сплошная торговля торговля как всегда мы идем в сторону вокзала автовокзала конечно другого вокзала нет в городе анапа центре во всяком случае для тех кто интересуется приехать в анапу на своем транспорте значит в центре где можно встать бесплатно ну вот по нашим наблюдениям больше шансов встать на улице кати соловьяновой эта улица но от вокзала начинается за вокзалом мы обычно там ищем место и становимся если приезжаем на центральный рынок на автовокзал кого-то встречать там встаем какое кафе симпатичная улица на улице бон аппетит по-французски приятного аппетита гостиница центральная находится в непосредственной близости от автовокзала вот он автовокзал ну сзади за гостиницей это квартал с центральным рынком вот улица красноармейская на которой находится автовокзал народу полно-полно но это еще не высокий сезон высокий сезон начинается в июле но народу уже очень много вот автовокзал с другой стороны это красноармейская улица перейдет в пионерский море в том направлении о торговый центр с банкоматом напротив автовокзала мега мир он называется торговый центр очень дешевые цены а вот за ним если идти между автовокзалом и этим торговым центром то как раз вы и выйдете на улицу кати соловьяновой вот улица кати соловьяновой тут всегда хорошо и днем и утром и вечером очень зелено и очень много скамеек именно она предназначена для променада для пеших прогулок и машины стоят по бокам а нет только вот с этой стороны а тут тут даже не разъедутся две машины поэтому что ли не стоят до дальше за перекрестком за улицей красный зеленый там можно поставить машину с двух сторон но ближе к вокзалу только вот здесь с одной стороны а вот она Автовокзал остался сзади, едем до улицы Шевченко, потому что нам нужно направо ехать, а тут не Крымская, а улица Новороссийская не разрешает ехать направо, там одностороннее движение налево. Поворачиваем на улицу Шевченко. Очень красивая, в полном цвету, зелень, зелень еще не сильно запылилась. Улица Ленина, сейчас мы едем на Крымскую, центральная наша, можно сказать, улица. Не знаю, кто центрей, а Крымская или Ленина. Тоже куча машин. Встать где-либо в центре проблематично. И вот так на Крымской подъезжаем. Слева будет администрация, за ней центральный наш фонтан цветомузыкальный. Но цветной он будет только, когда темно будет, наверное, в районе девяти. По крайней мере, видно будет в районе девяти. Вот она администрация. А вот так выглядит кольцо на въезде в Анапу со стороны Гастагаевской. Иллюминация полная, праздничная. Город-курорт Анапа приветствует вас! Город-курорт Анапа приветствует вас!